Несколько мощных землетрясений произошли в ночь на 13 ноября 2017 года в различных районах планеты. Подземные толчки зафиксированы на границе Ирана и Ирака, у берегов Коста-Рики и в акватории Тихого океана недалеко от побережья Японии. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Коста-Рике на глубине 20 км. Эпицентр находился в 17 км от населенного пункта Хако и в 63 км от Сан-Хосе, столицы государства. Подземные толчки ощущались в Коста-Рике, Никарагуа и Панаме. Примерно в это же время в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов на глубине 10 км в 304 км восточнее японского города Кисенума на острове Хансю. Сейсмологи охарактеризовали силу землетрясения в эпицентре как разрушительную. Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана и Ирака. Очаг подземных толчков зафиксирован в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 к западу от иранского города Керманшах на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Иране, Ираке, Кувейте, Турции, Катаре, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии, Иордании, Израиле, Ливане. Землетрясение привело к значительным разрушениям и большому количеству жертв. Землетрясение уже назвали сильнейшим в этом регионе за последние 60 лет. В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять земли ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован, и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. В этой связи крайне важно глобально и быстро менять ценности общества с потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба. Доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Подробнее о том, что делать во время землетрясений и как помочь другим, читайте на сайте geocentr.info Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова